У нас был огромный тур по Соединённым Штатам и Канаде, 45 дней, по самым крупным городам всем, где-то 17 городов, и тогда не было русского иммиграции там, то есть мы выступали только для американской аудитории, на русском, на английском, на двух языках, но в основном на русском, и одно из выступлений было очень интересно, потому что где-то в конце тура всего мы приехали в Нью-Йорк, и в Нью-Йорке у нас была просконференция, мы там стоим, что-то отвечаем, куча камер, я смотрю на первом ряду, какая-то такая вот с узкими глазками знакомая, я ему говорю, Серёж, кто это? Он говорит, похоже на Йоко Ону, я говорю, и мне так кажется, подожди-ка, я говорю, подождите секундочку, прыгаю вниз туда, подхожу к ней и скажу, вы Йоко Ону? Она говорит, да. Я говорю, что, а что вы здесь-то делаете? Она говорит, ну вот, вы знаете, из России группа с таким шумом, там все трубят у нас все национальные СМИ, а я к России имею прямое отношение. Мне говорят, не понял. Она говорит, у меня тётя русская. Говорит мне, Йоко Ону, то есть сюрреализм полный. Она говорит, я у неё воспитывалась, я знаю Чехова, Достоевского, Толстого, берёзки вокруг дома были посажены, я очень люблю русскую культуру и так далее, поэтому я к вам пришла сюда. Вот, а на следующий день у нас был, это был 9 октября, следующий день, у нас был концерт в Лаймлайт, это такой самый громкий, крутой в Манхэттене рок-клуб. До нас выступали Роллинг Стоун, Салтон Джон, и мы там, у нас трясутся коленки там и так далее, и вдруг оказывается, что это день рождения Джона Ленна, 9 октября. Я вот начинаю концерт с песни «Я не сдаюсь», которую я написал с Евтушенко, она была запрещена, первое её исполнение было реально в Нью-Йорке на день рождения Джона Ленна. Субтитры подогнал «Симон»